Сергей Евсюков морж со стажем более 20 лет. Вместе с Ольгой Лапаевой не мог пропустить купание в крещенскую ночь. Говорят, в обычные дни ощущения другие. А тут душа ликует. Отличается тем, что не получаешь такого удовольствия, комфорта, как сейчас. Сейчас как заново родился. Как будто все легко и хорошо в жизни. Очень нравится вся эта обстановка. Место хорошее. Купель очень красивая. И купель хорошая, да. Молодцы люди. Вообще спасибо огромное людям. Низкий поклон. Купель в Турлавах и правда привлекла много желающих искупнуться. А тут и опытные люди, готовые поделиться секретами купания, и много молодежи. Есть и инициативные малыши. Ну, они разрешают только головку и ручку помучать. И все, да? Да. А когда-нибудь будешь полностью окунать? Да. Все равно ведь на речке купаюсь, так вот. Владислав Савостин окунается уже в пятый раз, а его друг Артем в первый. Эмоции, конечно, разные, но для многих это доза адреналина. За первым разом последует и второй. Купаюсь каждый год, чтобы очиститься, закаляться, так сказать, здоровье укрепить. Вот так, для себя. Верующие этот праздник ждут с нетерпением. Именно в этот день Иисус крестился в реке Иордан. Вся вода в эту ночь считается священной. Хотя купание для верующих остается делом добровольным, ближе к полуночи желающих искупнуться становится только больше. Каждый ждет своей очереди. Работал до 11, с другом решили сразу рвануть сюда, на крещенское купание. В итоге встретились вот с такой неожиданностью, бешеная очередь до самых низов, ждем уже полчаса. Вообще, я фильм смотрел документальный, что именно вот в эти числа какая-то химическая реакция начинает в воде происходить. И не зря она потом, люди-то набирают, что хранится годами, прямо не портится, не мутнеет. Так и здесь, кто не решился окунуться, мог набрать и святой воды из Ильинского источника. Ценно, что местные жители сами создают святыню. Так, например, в этом году все могли порадоваться и еще одной постройке. В этом году в нашем городе открыли две купели в Романово и в Турлавах. А в Турлавах, например, инициативные жители подготовились к празднику добротно и даже возвели собственную часовню. Традиционно этот великий праздник встречают молитвами. Для христиан главное – посетить службу в церкви, исповедоваться и причаститься. Кстати, святую воду хранят целый год до следующего праздника. Пьют ее натощак, прочитав молитву. Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.